ой я не знаю мне кажется столько радости не приносит ну приносит конечно что-то но мало что уже приносит столько радости как новая посылка здесь у меня сегодня такая сборная посылка часть это две орхидейки это от зибо и 1 орхидейка я приобретала с рук на авито и все вместе мне вот сейчас вот вечером приехала приехала курьера привез здесь я попробую первый раз от зибо доставку на машине в питер и конечно хочу вам сказать это просто как будто вот у меня было такое впечатление что приехала машина прямо с голландии ко мне вот такого качества растения приходят который не пережила никакой стресс вот чисто она была у зибо еще вечером а утром приехала уже в питер вот она у девочки там полежала с которой мы объединились на доставку и вечером я у нее забрала уже вместе с другой моей орхидеечкой тоже сделала доставку уже курьером по питеру вот есть пока еще у нас добрые люди которые она мне помогла и приехал сначала курьер привез от авито доставку вот это вот орхидеечка и потом она эти две две посылочки мне объединила и приехал все ко мне сюда уже заберут вот это просто моя мечта давнишняя хотелочка монпелье она у меня давно висела уже в моих моем альбомчике с моими хотелочками и я на нее наконец-то наткнулась на авито взяла с рук видно что она не пересажена то что мне нужно было именно из посадка здесь идет заводская и она просто у нее там дом было какое-то время нарастила новые корешульки причем девочка мне говорила что у нее там какие-то плохие корни сняла видео я говорю отправляйте это идеальные корни вы понимаете да это не такая немножко прохладненькая но я она сегодня днем еще только была у своей хозяйки вот вечером она уже у меня а то есть не точно все там отлично курьер просто привез и все вот а вот зибой я первый раз попробовала доставку на машине вот она вот так вот упаковывает и мы там с девочками можем объединиться имеем такую возможность и вот буквально за 8 часов приезжает посылка уже на адрес сюда питера там уже девчонки разбирают с питера приезжают забирают там кто курьер кто что я вот курьера заказывала не было у меня как-то желание сегодня ехать в город если занималась своими уличными растениями потому что осталось буквально до холодов там несколько дней надо быстро быстро все там на улице много чего поделать так и вот когда я открыла и вы понимаете вот такое впечатление у меня было что она только что вот буквально просто пять минут назад была где-то в голландии а вот на видео реально не передать вот что у зибой я смотрю видео но конечно она очень хорошие выкладывает обычно обзоры видео но живую это надо видеть то есть живую настолько она свежая вот как будто только-только она с посадки какой-то там с теплицы настолько она приятно свежая это вот ну как ее нарекли как лимонной будто и она имеет такой запах ну вот при первом открытии мне показалось что причем это после пересылки она лежала упакована сутки и она все равно имеет аромат сейчас вечер никакого солнца и поминя нету и она пахнет и мне вот ее запах показался как будто бы какие-то то ли на лесные ландыши ну что такое и вторая моя орхидеечка тоже у меня была в хотелочках это пилорик винти пилорик такой красивый так это крупноцветковый пилорик я ей вот отрежу цветоносы завтра немножко еще при дневном свете поснимаю посмотрю я обрежу цветоносы и она будет у меня развиваться у лимонного вот этого бода я не буду обрезать цветоносы потому что он очень свеженький он очень такой крепкий кустик свеженький убиньте здесь чуть-чуть поменьше корней но все равно очень два хороших экземпляр чекам не достались главное что они не испытали никакого стресса я даже зимой написала я грязь вот с вашей теперь этой доставкой на машине в питер вы не оставляйте нам никакого выбора не терпится всю зиму заказывать орхидеи то что зимой там много чего интересного конечно меня в поставку поставках вообще невозможно смотреть и что-то не не брать такие классные сейчас сорта конечно походили просто я в шоке очень вот такое вот счастье мне привалило тут вечером когда приехал курьер он приехал около 9 вечера просто не налюбоваться что уже утра вот сейчас я просто хочу снять приболе с ну как бы здесь больше свет попадает чтобы вы видели в каком качестве приходят растения но супер качество просто все настолько отлично вот и завтра я их вот не буду снимать них вот это вот как бы пакетик или как у нас льда называется правильно потому что вот она посоветовала чтобы дня два они так постояли так и сделаю не поливая ничего просто жду утра а сейчас наступило утро и конечно я побежала к своим орхидеюшкам я их поставила в отдельную комнату на ночь и они здесь так и будут находиться теперь на карантине в отдельной комнате и вот рассматриваю своего лимонного буту какой же он красивый я еще раз его понюхала пахнет он таким какими-то на самом деле лесными то ли ландышами какими-то такими вот дикими цветами очень приятный просто влюблена в этот цветок эту орхидеюшку мою новенькую не буду я их доставать из этой слюды вот эти обе новые орхидейки от зево они у меня тут постоят дня два и потом я их достану и буду их уже профилактически обрабатывать от паразитов вот этих вернее насекомых скорее всего double face я их обработаю в любом случае после только трех обработок они поедут в мою основную цветущую коллекцию месяц здесь постоят вот буди я не буду отрезать цветочки потому что это очень супер прям крепкий куст а вот этому белорику бинте я обрежу цветонос после его там адаптации после пару дней полюбуюсь обрежу цветоносы и пускай он тут рядышком с будой будет продолжать пока что быть на карантине потому что у него корней тут уже поменьше не такой крепкий куст но все равно очень замечательный экземпляр ничего страшного быстро он восстановится и выпустит мне новый цветонос тем более сейчас сезон но вот эту орхидейку который я приобрела с рук на авито я буду прям сегодня обрабатывать то есть на следующий день после того как она приехала она не испытала какого-то стресса она просто переехала на машине теплой с одной квартиры в другую и все то есть не можно в принципе сразу и обрабатывать профилактически я всегда обрабатываю орхидеи которые приходят в мой дом профилактически независимо того откуда чего как мне так спокойнее жить я возьму сегодня для того чтобы ее обработать карамайт японский препарат и вот этот батрайдер то есть это у меня получается инсекто коррецидная смесь и следующий раз после того как полностью просохнет растение я обработаю какими-то другими препаратами я чередую каждый раз препараты и новые орхидейки я профилактически обрабатываю три раза а все это время на мне будет стоять на карантином столике потом уже пойдет в мою основную коллекцию я всегда использую чистую воду из кулера батрайдера на 250 миллилитров воды я возьму 0 15 миллилитров препарата разбавлю хорошенько размещать надо и потом я возьму о карамайт его я возьму он сухом виде вот такой удобно шприц обрезанный использовать 0 15 грамм препарата на 250 миллилитров воды также я возьму прилипатель тоже по инструкции там ну порядка одного миллилитра чуть меньше препарат вот этот липосам сразу я купила большую банку так удобно и топсин м добавлю просто то что в горшочке там пошел процесс создания микрофлоры но это чисто как оберег я добавлю мне так спокойней топсин я спокойно по листу использую все отлично вот так вот в раковине прямо обработают в перчатках ватными дисками не хочу опрыскивать хотя можно было бы но просто я не хочу разводить вот это вот по всей кухне вот этот препарат с двух сторон и я обработала по листу обрезал эти цветоносы потому что я хочу чтобы он выпустил потом свеженькие не из почки уже домашний хочу цветоносик то есть я обработала с двух сторон по листу и вот просто проливаю лью видео не смотрю она в общем проливаю еще я прям весь горшок он с дырочками там внизу вот этим же составом не знаю можно нельзя я так всегда делаю никаких проблем потому что чисто для профилактики чтобы что верняка я еще и на корни проливаю весь грунт проливаю этим составом в таком виде я не буду ничего подсушивать у меня сейчас достаточно тепло дома она хорошо сама высохнет вот сюда она поехала на карантинный столик здесь у меня уже другие малышки тоже на карантине находятся эти малышки уже прошли обработку тоже профилактическую и сейчас я просто возьму и здесь ее оставлю вместе с этими малышами на карантинном столике сейчас я буду ждать когда полностью у нее просохнет грунт прям полноценно и буду делать следующую обработку